у нас тут уже первые потери эти пампер. Максим вчера ездил к друзьям мыть машину и вот как-то там неудачно развернулся, представляете. А я выдвинулась по делам, мне надо заехать в строительный магазин, купить Максу там очередную краску, теперь и белую и черную, но это по пути. И мне надо заехать в продуктовку, наверное, я в Safeway, потому что там Safeway и строительный, и прямо рядом-рядом, и я, наверное, туда поеду. В общем, забыла в Коско купить огурцы, а я хочу завтра сделать окрошку. А у меня всего два огурчика, причем такие, знаете, маленькие, вот эти вот корнишонечки, или как они называются, коктейльные огурчики, по-моему, коктейльные. Ну, короче, врать не буду, маленькие огурчики у меня для окрошки малова. Вот, и мне надо еще купить булочки для бургеров, тоже не 24 штуки Коско, поменьше, чтобы, ну, они же все равно как бы лежат долго, даже портятся, представляете. Закончились у нас булочки, и еще что-то я хотела, да, я хотела, в общем говоря, взять еще каких-нибудь кругленьких крекеров, чтобы сделать на них маленькие такие закусочки. Сегодня придут Надя с Денисом вечером, будем отмечать покупку Макса машины. Покупку уже побитой машины. Ну, в общем говоря, это такие у меня не очень важные, но нужные, не очень большие, но важные дела. По поводу машины, наверное, завтра Юра поедет ее оформлять. Тут, по-моему, дается что-то около 10 что-ли дней на оформление машины. Это надо ехать в DMV, а он же вот в понедельник, вторник, он из офиса работает, вот, а завтра, наверное, он в обед съездит, когда из дома будет работать. Вот, такие дела. А в пятницу вечером мы поедем в кемпинг и будем там выходные, все выходные там будем, и в понедельник, денем где-то или ближе к вечеру вернемся. Поедем в сторону Йосемити на Бас Лейк, то есть там где-то в часе езды Йосемити. Вот, наверное, Йосемити тоже съездит в какой-нибудь из дней. Мы же в прошлый раз, когда ездили, в прошлом году, мы не покатались там на большом поезде, который идет тоже через Йосемити. Вот, а хочется, я надеюсь, в этот раз все получится, так как хочется. Вот, и вам обязательно все снимем, покажем, расскажем, кому интересно. Я надеюсь, будет интересно, потому что там очень красиво, ну и в принципе, я не знаю, кто любит природу, мне кажется, такие видео классные получаются, с природой очень красивые. У нас там обычно весело, мы едем тремя семьями. Кстати, надо будет еще для кемпинга тоже закупиться. Сейчас я, наверное, после как приеду, свяжусь с Алей, чтобы мы там решили, кто что покупает, потому что мы там будем и мясо, и рыбу, и бургерные котлеты брать, и, короче, какие-то фрукты, овощи. Вот, и все как обычно. Так что не переключайтесь, ожидайте нового включения. Так, где у них? А, вот корзиночки. Я думаю, что больше корзинки мне не надо. Давайте сразу булочки для бургеров возьмем. Мы там соус уже купили, новые в Косках, и Леша хочет с бургером попробовать соус. А и котлетки тоже мы купили, куриные. Так, вот где-то здесь. Это бримош, это сладенькие булочки, обычные. Обычные, обычные. Какие я брала? Кажется, я какие-то или вот такие брала. Белые. Так, или вот такие я брала. А, вот такие, но тут 4 штучки всего. А, вот. Вот, вот. Подождите. Это с чем они? Фрэш, гурме, уайт. Не знаю, гурмели. Так, вот. Вот эти возьму. Так, стоят они 4 доллара, а стоили 5,5. Сегодня прям скидка, скидка. Надеюсь, они свежие. Сейчас посмотрю, где дата. Дата, дата. Да, нормальные. Так, теперь мне нужны крекеры. Крекеры мне нужны кругленькие. Только надо определиться, где они. Так, здесь, кажется, всякое чай-молоко, фуфе, какаво. Вот, всякие крекеры. Есть такие. Ой, да вообще-то всякие есть. Всякие разные. Вот эти, кажется, хорошие. Вот эти хорошие. Это с оливковым маслом и солью. И есть еще вот такие. Мультигрейн. Это просто, кажется, обычные цельнозерновые. Вот еще есть там внизу другие. Надо подумать, какие взять. Еще вот такие с розмарином. С розмарином. С розмарином тоже, наверное, вкусные. Может быть, здесь есть что-нибудь еще с розмарином. Это с чем? Крафтбейк. Не знаю, с чем. Тоже с какой-то травой. Вот эти, кажется, обычные. Так. Ну ладно, давайте возьмем. А вот эти? Чем они отличаются? Вот эти от вот этих? Непонятно, да? Чем они отличаются? Мультизерновые, органические, крафтбейк. Без понятия. Ладно, давайте попробуем эти. Две упаковки за шесть. Так они стоят четыре с половиной. А если две берешь, получается за шесть. Так, теперь пойдемте возьмем... Что возьмем? Огурчики. Огурчики тут тоже вот такие маленькие. Маленькие, кстати, они нежные. Шесть долларов стоит. Они так, как вкуска. А нет, тут хорошие. Тут побольше огурчиков, чем у меня. Наверное, их возьму. Подождите, шесть долларов. Эти? А эти? А, этих просто меньше. У меня на окрошку надо побольше. Если что, потом слегка не выберу остатки. Абрикосики тоже появились. Абрикосы не знаю, ничего. А вот где цена? Цена неизвестна на абрикосу. Абрикосы. Вот что, смотрите. Абрикосы, да? А написано вот на красненьком вот этом стикере. Малина. Абрикосы вот есть. Четыре доллара стоят. Которую можно выбрать. Я думаю, еще взять малинки. Соли тоже к столу. Крупненькая. Пять долларов. Тут что-то на скидке. Кстати говоря, мы вот в Коску брали. А ежевику вот эту черную, да? Очень вкусная. Так, вроде все. Больше мне ничего не надо. Так, ну что, на 22 доллара 97 центов. Купила. Вроде я ничего не купила. 22, 23 доллара потратила. Вот он наш ближайший строительный эйс-хардвэр. Кстати говоря, мы были в Лос-Гадосе на днях. И там у них в этом эйс-хардвэр продают еще всякие разные, как знаете, как с Хомди, по цвету, всякие растения. Здесь такого нет. У нас он маленький, видимо. Вот, купила. Потом все джинсы красит, майки, что-то еще. А, эти сумки шьет, тоже красит. Все у него изрисовано. Вот интересно, здесь погода такая. 23 градуса, а на солнце прям очень тепло. Но при этом здесь ветерок, и из-за этого нет такой жары духоты. Так, у меня тут идет небольшая подготовка. Вот укладываю. Сейчас буду сыр нарезать разный. Тарелочку делаю. Сырно-прошутную. Надо будет еще за Малиновскими ехать, потому что у них машина на ИСТО, и она на ночь остается. И, короче, они без машины, поэтому они сегодня приехать сами не могут. Сейчас я все это сделаю и поеду за ними. Так, я приехала к Малиновским. Надю, берем. Юру, берем. Кузя, берем. Кузя, берем тебя? Пойдем. Пойдемте. Все на выход. О, у тебя они розовые, да? У кого? Ну, вот эти цветочки. Потому что, когда мы их смотрели, они были вообще еще без цветочков, только вот зелененькие, да. Они зелененькие, а потом, когда они вырастают, становятся зелененькие. Розовыми красивыми. У нас вот такие есть фиолетовые и синие. Вот эти вот самые маленькие. Ну, они потом вырастут большими. Кузя едет в багажнике. Малиновские едут не в багажнике, а Малиновский младший едет в багажнике. Кузь, как тебе там? Он поглядывает. Он молодец. Кузя, где ты? А, Кузя вниз побежал, да? Кузя пошел исследовать внизу. Так, сейчас я вот это отнесу. Это тебе подарок Малиновский. Ну-ка покажи. Для машины. Я не знаю, посмотри. Давай только на свет. А то ничего не видно. Ну, давай. Открывай. Что это за... О, ничего себе! Это очень даже поможет. Да ты что! Вот это, да? А что там написано? In case of break. In case of break. Мерчимся. Ха-ха-ха-ха-ха. О, круто. Это называется курундекдари, как и называется, да? Кузя, иди жарь мясо. Иди жарь мясо. Мы сжарим тебя сырое съем, и так хорошо. Ну, ему-то, конечно, да. Ему-то, конечно, да. На нем-то хорошо загорать На лапси, тебе надо, чтобы только ноги загорели Да, Кузик? Тебе тут ничего нету, прости Всем слушательницам Вчера я вас знал, что по-испански Лана это шерсть, всех лан поздравляю с этим фактом Боже мой А ланами называют Чтобы юбка не прилипала Антистатик Лана? Я не помню Я знаю, что некоторых светлан называют ланами Боже мой Светочки Простите Американцы вообще У нас Барбара, ее Барбс называли А чем ее там? Чокаться-то будем? Или так будем? Обязательно Или мы так будем? Без главного чокателя не можем Сегодня мы будем чокаться по поводу А где этот, которого мы поздравляем сегодня? Молодой? Ну да Ой Да я не знаю Это, кстати говоря, первая наша бэушная машина в Америке У нас такого эксперимента мы еще не оформили ее, поэтому мы даже не знаем, как это делается Ну, теоретически представляем А вот, наверное, вряд ли и будет, на самом деле Ася не хочет Ну, Ваня, может быть, созреет когда-нибудь Давай-нибудь мы ему это отдадим Ой, ну так это будет совсем старая, наверное А, думаешь? 15 лет Вполне подходящая машина для 60-летнего подруга, я считаю Ну да, смотри А вот подруга, подожди, у вас что, вы не планируете, что ли, Кузю за руль сажать? Мне кажется, он вполне себе способностями обладает Это как не сурка, сурок был за рулем, да? Да, да, да Ура! Даже колы нету Максим, поздравляем тебя Ты еще, правда, на права не сдал, но это не меняет сути Ну давай, мы пока машину поздравляем Ура! 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 Это мотивация, мотивация, да, Максим? Теперь Давай Тут какой-то кусок был, как будто отрезан Ты сегодня посолил, поперчил всего и что? Еще этим? Чесночком О, пахнет прям чесночком пахнет Дети там, мы здесь, прекрасно Надя возлежала, мы восседаем Я по-римски, значит, у меня тут пьё Да У нее сегодня такая поза А Надя сегодня в образе Мы, значит, плебеем В образе А мы плебеем Едим мясо Юрия, как твой велосипед здесь очутился? У Малиновских в гараже Ой, Куя Как тебе? Нормально было? Молодец, молодец Ты рад? Домой тебя привезли Что, влезет, Юра? Ну давай, покажи нам Ну попробуй Только он очень высоко стоит Держи, держи Сел задом наперед и поехал в огород Я держу И не так, и не упередка Ну как? Ну, по-русски Ну, у него еще проблема, что Проблема, что до педали у него ноги-то достают Ой, ничего себе, слушай, у тебя колеса-то реально огромные Я-то думала, а они впихнуть невпихуемые Я обычно оба складываю себе Да ладно? Да, все нормально Ну, можно, конечно, сложить Ничего, мы их... Окей, окей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok